ребята всем привет сегодня наконец-то распаковал свой новогодний подарок долгожданная циркулярка робин 1800 еф как вы видите с колесами вот долго выбирал смотрел в ю тубе обзоров мало принципе на нее где-то что-то упоминается говорит допустим не в каждом видео можно узнать плавный пуск есть или нет скажу так что плавный пуск на этой модели присутствует но присутствие именно вот на этой модели еф все остальные модели там плавного пуска нету вот так же когда распаковал думал что распаковал сразу начну работать но нет приходит пришлось много делать всяких настроек допустим вот этот упор его сразу можно сказать можно выкинуть вот смотрите считается так в пасах плюс еще вот так несколько миллиметров грубо говоря здесь это первое второе диск при настройке 0 градусов здесь выдавал get nine градусов 5 если не больше наклона все регулировалось вот здесь находится винтик вот здесь гайка вот ослабеваешь подкручиваешь выводишь это сделал потом параллельный упор оказался не параллельным пришлось тоже настраивать вот эти гайки выворачивать дело мучился но можно сказать до конца так и не сделал нужно что-то еще придумывать здесь шкала тоже неудобные как видите здесь допустим идет 20 40 60 вот такого чтоб по 5 чего-то здесь нету вот так же еще защита сразу снял снимается все ставится быстро стоит раз вверх поднять и все то есть вперед назад и вот так снимается ставится принципе он вот сюда вот долго думал для чего это штукенция оказал что это ставится вот эта защита сюда так что еще хотел сказать пылеудаление до пылеудаление есть оно хорошее можно сказать но то что идет отсюда ну какая-то часть на четвертая часть все сыпется под пилу то есть если к вы где-то и и поставите на стол в моторы туда будет тоже идти немало всякой грязи в принципе вот этот вкладыш он тоже не плотно прилегает если к вот такого шевелить он как бы как винтом тоже трясется вот покажу как крепится расклинивающий ну что же там рукоятка отворачиваешь поднимаешь регулируешь вот то что я говорил угол диска не соответствует вот здесь под шестигранник гайку ослабляешь подкручу уже встаешь регулируешь диск параллельности вот так же здесь есть расширение стала расширение стала тоже два барашка вот таких освобождаешь в двух сторон и с этой стороны тоже вот здесь вот так вот получается расширение стала также еще к угловому не к упору параллельном ушла вот такая байда и и сразу снял не нужна она мне два ключа было вот таких ну чтобы диск поменять и для пылеудаления насадка вот такая вот то есть сюда также ставится вот так вот она вот и поворачивается но опять же пылесос строительный нужно через какой-то переходник через счету подключать вот как говорил здесь есть плавный пуск но нигде не умея не упоминается что здесь есть также и тормоз сейчас я вам включу продемонстрирую как она запускается и как она останавливается сейчас видите то есть тормоз тоже плавно и все есть вот ну и в итоге что я хотел бы сказать если вы купите циркулярку так чтобы ее достать и сразу работать у вас не получится нужен будет делать настройки но с другой стороны в таком ценовом диапазоне ну блин вообще мало там выбора корвет в принципе что там еще энхель на чуть подороже но он не знаю у друзей был никому не понравилось думаю что вот эту циркулярку все-таки можем довести до ума думаю она в принципе послужит да еще хотел сказать вот эти колеса складывать раскладывать очень неудобно нужно как-то умудриться на колеса ее поставить потом на эти штуковины потом сложить да поэтому я бы взял без колес но без колес идет серия е по-моему ель что ты с не помню вот там нет плавного пуска поэтому плавный пуск мне было как бы нужен не хотелось опять куда-то лечь что-то покупать устанавливать самому плавный пуск поэтому купил сразу вот так собираюсь сделать каретку это выкину закажу другой упор потому что это не дело сами понимаете но так в принципе если кому-то интересно какие-то вопросы пишите в комментариях всем отвечу всем спасибо подписывайтесь всем пока